Добрый вечер, уважаемые телезрители! Многие из вас сегодня в течение дня пытаются дозвониться к нам в редакцию. Кто дозванивается или на мобильный телефон спрашивает о ситуации в Дебальцевой. Есть официальные сообщения, есть различные мнения, информация о социальных сетях. Что мне, честно говоря, как человеку, немножко знающему о войне чуть больше, чем другие, меня это не радует. И я буду ссылаться тоже на официальную информацию. Принимайте так, как есть пресс-секретарь президента Украины. Цеголка заявила о том, что украинские войска полностью выведены из Дебальцева. Вот все, что я скажу сейчас по Дебальцеву, все остальное я говорил чуть ранее. Тяжело ли говорить о мирных планах в военное время? Да, тяжело. Но мы вместе с вами, также с Анатолием Ексаревым, попробуем поговорить о том, что будет после войны. А война когда-нибудь обязательно закончится. И это не мантра, это мое твердое убеждение, закончится нашей победой. Все будет добрым. 737-7310, телефон прямого эфира, звоните в эту студию и давайте порассуждаем, какой мы видим Одессу в ближайшие годы, наверное, на перспективу, на будущее. Что же все-таки и какой должна быть жемчужина у моря, Черноморская жемчужина, Черноморская Пальмира, все-таки городом, деловым центром, городом-портом, городом-курортом, культурной столицей Украины, морскими воротами, ну, много таких штук, которые хочется обсуждать, несмотря на тяжелое время. Все будут добрым, поверьте мне. 737-7310, телефон прямого эфира. Поэтому говорю вам добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Сердце, конечно, сжимается от тех моментов, которые существуют и присутствуют сегодня в нашей жизни. Ну, давайте действительно поговорим о мире. Много информации приходит, в том числе и по тем вопросам, которые уже их круг, в принципе, я обозначил. Тем не менее, очередное из них появилось в средствах массовой информации, прежде всего в электронных, о том, что так называемый полицейский мост, мост Коцебу, он находится буквально на грани смерти. В плачевном состоянии. Ну, это как бы помягче так сказать. Давайте вот начнем с того, что есть информационный повод присутствует. Как минимум, мост скорее жив, чем мертв, или мертв, чем жив. Вот так. Добрый вечер, уважаемые телезрители. На самом деле, Сергей поднял, как и полагается, да, это очень типично, как бы, когда приходят заказчики, они тоже, имея какое-то время, покрутить этот или на вопрос, как бы, они скатываются в такие детали, как, например, мост, да, который проваливается в нашей канаве, Дебилановский спуск, все прекрасно его знают, что мы начинаем отматывать потом катушку от моста, да, и приходим, в общем-то, к глобальной проблеме. Но это на самом деле действительно информационный повод, который появился буквально за пару часов перед вашим приходом. Совершенно верно. На самом деле, если я не ошибаюсь, информация об аварийности моста возникла еще месяц назад, то есть там уже не больше проблем. Сегодня она подтвердилась, и сегодня снова в СМИ обсуждается. Он разрешается очень давно. Но понимаете, Сергей, как бы, этот мост и канава, это, наверное, отчасти лицо тех проблем, которые имеет город на текущий момент. Ну, не самая красивая часть лица, скажем так, да? Оно просто доведенное до гротеска. То есть оно очень хорошо отражает, как у нас относятся к решению зонирования города, к определенным районам, к целым участкам. Знаете, как этот, ну, такой рваный девелопмент и сложность проектирования, и сложность, как бы, существующих строительных норм и законов очень часто, ну, и опять же, кратковременный девелопмент, кредиты дорожают, мы с вами регулярно переживаем какие-то кризисы, власть меняется раз в четыре года, и то зачастую с ног на голову. Да пораньше, как-то побыстрее, да. И в этой ситуации бизнесмены, связанные со стройкой, они просто не могут входить в более длинные, в более дорогостоящие, в более сложные проекты. Хотя, поверьте, как бы, есть огромное количество компаний, которые могли бы предложить целые концепции развития. По-ночным это называется зонинг. Так или иначе, как бы, да, наверняка телезрители слышали про геймплан города Одессы, и многие в разговорах путают геймплан и зонинг, да, то, что принято в стерилизованных странах, то, что было принято, допустим, вот последняя самая характерная страна, это Тбилиси, когда вы, не поднимаясь со своего места, можете зайти в телефоне в интернет и четко посмотреть, в о ком районе Тбилиси, что вы можете строить. Приобретая участок, у вас есть жесткое предписание, какую этажность вы можете построить на этом участке, какой тип назначения этого участка, и, собственно, даже сделку. В общем-то, в Грузии можно сделать через телефон, оплатив карты, купив участок, но это уже дальше. Этого нет у нас, увы. То есть у нас разные радикалы, патриоты, просто так называемые патриоты города Одессы перманентно поднимают на знамена кеймплан города, разрушение статистической части города. Нет, давайте так, сначала поднимают генеральный протест, а потом уже говорят о генеральном плане, зонирование. Протестовать у нас любят. Последние сто лет, по-моему, в этой стране это происходит перманентно. Вот немножко советская власть как-то с протестами справилась. Поэтому генеральный план выступает красной тряпкой, которым дразнит общественность, которым поднимают людей, которым заставляют их реветь и плакать, так или иначе искажая это понятие. На самом деле генеральный план, как и многое по строительных нормах Советского Союза, достаточно неплохая штука ровно в одном. Он очень хорошо математически позволяет вычислять при проектировании генерального плана так или иначе потоки и направления. В первую очередь это касается транспортных схем, это касается равноудаленности медицинских учреждений, школ, детских садов и всего остального. То есть математически эта матрица очень и очень хороша. Но мы скидем с нами в 21 веке. И знаете, мы говорили с вами про то, как можно обсуждать генплан, если на секущий момент в городе нет никакой экономической стратегии развития. Но это знаете, как за 15 лет работы с всевозможными клиентами у нас было много рестораторов. Я приведу вам простой пример, возможно, я просто верну телезрителям. Это напоминает ситуацию, если бы ресторатор захотел бы сделать, приготовить некое блюдо, выполнил бы его по идеальному рецепту, соблюдая каждую каплю масла и каждый градус приготовления этого куска мяса, рыбы, либо чего-то еще, выкатил его в публике и сказал, ну как, я же сделал его абсолютно правильно, законно, идеально. Но почему же вы не хотите его кушать? А инвестор, который в этом случае клиент, в следующий ресторан, говорит, я не хочу голосовать деньгами за твое блюдо. Оно мне изначально не нравится. Оно неправильно. И вот это начинает сталкиваться интересы. Что есть генеральный план, который красив, который может быть хорошо продуман, который, действительно, учитывает многие позиции, но он совершенно не учитывает стратегическое развитие города. У него нет концепции. Тогда давайте зададим себе вопрос. То есть, давайте, например, некая борьба противоречия. Есть блюдо как таковое, да, но есть борьба противоречия в вкусовой начинке, если хотите. Это не совсем вкусовая начинка. Это привлекательность того, за что клиент будет проголосовать деньгами. В данном случае у нас клиент равен инвестору. Инвестор буквально голосует деньгами. И если мы не являемся городом Дубая, который может просто из бюджета вынимать деньги и строить то, что необходимо ради привлечения туристов, маркетинга привлекательности и всего остального, то нам так или иначе нужно заботиться тем, где город возьмет деньги на то, чтобы поднять тот же самый Девановский спуск из руин. И какой человек захочет в него вложить деньги. И если ему скажут, ты не можешь там делать это, 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 это отрубит ему 90% возможных вариантов, которые он хотел бы реализовать. Но он скажет, ребята, вы, конечно, меня извините, но я, наверное, пойду проголосую своими деньгами в Днепропетровск, в Харьков или еще куда-нибудь. А вы оставайтесь, извините, со своим Девановским спуском. Кстати, смотрите, вы говорите о зонировании абсолютно верно, но ваши коллеги, они тоже, мне кажется, иногда, не знаю, специально это делается или нет, тему зонирования и генерального плана все-таки действительно смешивают в кучу. Марат Касимов, заместитель главного архитектора города, 16 февраля, 18.38. Такое появляется сообщение в СМИ о том, что депутаты Одесского городского совета уже в марте попытаются проголосовать за новый генеральный план развития Одессы. И речь действительно идет о том, что после принятия генплана должна начаться работа над зонированием города. Насколько это, знаете, я всегда люблю говорить, можно пощупать, да, это зонирование что-то из области практики или теории, да, посидели, порассуждали, на самом деле ничего. Вообще зонирование в городе сегодня, оно, вот с чем его едят, раз мы уже так кулинарно близко ходим. С чем его едят? Ну, смотрите, так или иначе, это многонаправленное исследование. Невозможно, как бы, с точки зрения исключительно экономического провести, не учитывая исторические интересы, не учитывая... Подходим плавненько. Не учитывая и существующие человеческие потоки, да, вы можете перенаправить как бы новыми постройками человеческие потоки, отрегулировать, скажем так, да, но все равно как бы не учитывая то, как привыкли ходить Одессит, и вот через какой-нибудь газон, вы все равно не проложите новую дорогу. Сто процентов. Они протопчат ее там, где они ее топтали до этого. Поэтому это многопозиционное исследование, которое необходимо проводить с очень разных позиций. Меня лично на этот момент очень сильно беспокоит. Вот я человек из частного бизнеса, в данном случае, и к архитектору, я очень хорошо понимаю своих заказчиков. Пускай зрители поверят на слово, ну, не знаю, поверят или не поверят, тем не менее, очень многие бы из них хотели бы сделать больше. Но будучи ограничены сроками реализации, жесткими нормами, невозможностью планирования и очень размытыми вопросами того же зонинга генерального плана, они идут и делают то, что они могут сделать, а не то, куда бы их направили и сказали бы, ребята, вот у вас есть выбор, вот есть пакет предназначенных приложений, вот есть жилье, вот есть общественные центры, вот есть бизнес-центры, вот есть благоустройство города, как это примерно происходит в цивилизованных странах. Куда бы вы хотели вложить свои деньги, которые при этом еще и защищены как налоговыми кредитами, так, в общем-то, и просто минимальными кредитами, освобождением от налогов. Этого нет. Поэтому они выбирают наиболее привлекательную, наименее рискованную и наиболее прибыльную для себя способ реализации этих объектов. Не существует программы, которая могла бы привлечь в данном случае человека с деньгами, человека, который оперирует экономикой. Они могли бы пойти дальше, но они это пока не делают, увы. Вы знаете, телевидение такая хорошая штука, мы вместе с вами, в том числе, в данной программе можем заглядывать не только в будущее, а и в прошлое. Вот вернемся, да, не знаю, насколько удачно, тем не менее, хотелось бы вернуться в 2006 год, это август 2006 года. Хороший был год. Хороший, да. Неплохой был год. Работа над новым генеральным планом развития Одессы велась более трех лет, сообщают СМИ. На последнем исполкоме нам его наконец-то представили и так далее. Выполнение генплана развития рассчитано до 1931 года. И все кажется фантастикой. Всего за 25 лет провести метро, намыть остров, полностью перестроить Пересыпь, Молдаванку, прибрежную зону и так далее, и так далее, и так далее. Молдаванку снесут, Пересыпь станет бизнес-центром. Что из этого можно было бы взять действительно в генеральный план и насколько вот то, о чем говорили в 2006 году, выполнимо, а мы сейчас уже в 2015? Вы знаете, хорошим примером является, опять же, выше упомянутый Дубай. И, с одной стороны, главное правило у арабов, проживающих в Дубае. Они не воруют. Они просто не воруют. Очень маленькая страна, очень много детей. Каждый так или иначе абсолютно является родственником. И воровать у самого себя и у отца, какой им является шейх, как-то глупо. Ну, как-то не получается. Не, ну можно попробовать, но чем это заканчивается, мы тоже знаем. Именно поэтому намываются острова. Именно поэтому делаются совершенно какие-то бредовые фуникулеры. Именно из этого строится самое высокое здание в мире. Именно из этого делается самый большой музыкальный фонтан в мире. Лас-Вегас нервно курит в стране. Ровно по одной простой причине. Это длинная маркетинговая концепция. Это деньги вложенные, которые должны отбиться ни за 5, ни за 10 лет. Но волна людей, которых захотят, туристов, проезжающих, боже мой, гостей города, любых, каких угодно. Вы сказали про ворота Украины. Да, мы и есть морские ворота Украины на текущий момент. Пока не вернется Крым, как бы Одесса осталась единственной точкой доступа иностранных туристов. Причем, достаточно с большой историей и цивилизованной. Так вот, пока не появятся концепции, которые позволяют ахово, интересно, увлекательно привлекать большие массы людей заново в город, ничего не состоится. Вот те же самые Дубай. Люди говорят, как они вкладывают такие деньги? Они дурные, они сумасшедшие, у них куча нефти и все остальное. На текущий момент бюджет Дубая состоится лишь на 7% из нефти, которую они продают. И на 35% из туристов, которые приезжают в эту страну. Все очень просто. Изначально была чуть другая пропорция. Изначально нужно было чуть больше денег оттуда, но потом туристы сами понесли свои деньги. Кстати, вот эти ахи-вздохи 2006 года, я напомню, года, это был август для особо дотошных телезрителей. И тогда говорили о том, что Одесса превратится в некое подобие Нью-Йорка, деловой центр. Сегодня все-таки мы говорим, давайте о центре Одессы. Это деловой, это исторический ареал или это что-то другое, что-то третье вернее. Я понимаю, что это смешно. Да нет, оно не смешно, оно сложно, потому что на текущий момент единственное, что осталось продавать Одессе, это колорит. Нет, потому что бизнес, кроме порта, в общем-то нет никаких тех экономических условий, по которым вдруг ни с того, ни с того, ни с того, что должны были прийти в большие деньги. Ну, их просто нет. Ни порта франка, ни каких-нибудь особых условий по инвестированию, их просто не существует. Поэтому в текущий момент, кроме порта, кроме колорита туристического, который тоже имеет такой небольшой душок, шаг вправо, шаг влево, как бы от центральных улиц, новые черемушки в Аркадии на Генуэской, ну а чем торговать еще? Каждый разрывает шматик одеяла, и потом города, в принципе, не остается. И не так, так, как бы, вот тут буквально недавно был очень большой шум насчет того, что ЮНЕСКО собралось с категорией С перевести Одессу в категорию Д. Из города с историческим наследием в город с историческими ареалами, фрагментами. То есть театральный ареал, если не ошибаюсь, оперного театра, и еще два. Охрана памятников забила серьезную тревогу по этому поводу. И, наверное, будет кощево сказать, а бизнесмены наоборот. Но если в данный момент их разумно не ограничить, город окончательно разорвут, и это будет большая проблема. А реально создалась возможность перенаправить бизнес, и деньги, которые хотят быть инвестированными в этот город, их немало. Только нет условий. Для вас, для архитекторов, для дизайнеров работа будет в ближайшее время? Она есть сегодня? И что интересует заказчика? Я без коммерческих составляющих ваших возможных контрактов. Работа есть. Работа есть, она стала тяжелее, она стала сложнее в каком аспекте? Все меньше и меньше становятся инвестиционные ожидания. Все меньше и меньше тех денег у людей, которые хотели бы реализовать хотя бы что-нибудь из заработанного собой. Отсутствие кредитования. Его нет. Гривна. Ну, даже не будем обсуждать, куда она делась. Даже несмотря на предыдущего оратора. Вот. И поэтому то, что люди могли бы потратить на недвижимость, это все меньше и меньше. Увы, да. То есть, как бы, действительно, работа есть, но она сокращается, сокращается, сокращается. Есть очень маленький сегмент премиальных клиентов, для которых ничего не изменилось, но, тем не менее. Я еще раз скажу, что телевидение хорошая штука. Вот эти все проекты, которые, по-моему, стали пока еще, пока, по крайней мере, прожектом, я откладываю в сторону. Более того, есть телефонный звонок, я задам свой следующий вопрос. Добрый вечер, вы прямо в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Во-первых, въехать не на чем, к сожалению, в Живчужую. Это одна из проблем. И пройти там в исторический центр тоже достаточно проблематично. И нет концепции, что представляет из себя Одесса. Это промышленный город, урожный город, это деловой центр, исторический. И, ну, в этом, наверное, заключается проблема. И мы никогда не определимся. Спасибо. Мы сталкиваемся с интересами разных финансовых структов. Группировок, провластных. В том числе. В том числе. В том числе. Спасибо за вопрос. Вот так. Но невозможно будет определить. На самом деле, вот будем постоянно бегать около этого Дубая, когда есть пустыня и когда, в принципе, нечего тяга, гораздо проще постраивать иглу и уколоть небо буквально ей, да, как бы, чем бороться за каждый умирающий фасад в городе. И многие, увы, уже окончательно утеряны. Какие таблички памяти, а архитектурно их не повесь. Единственный вариант — это перестроить их заново, либо дать людям возможность. Есть такой, в том числе, способ полностью реставрации здания. Но у нас же никто не снесет и не восстановит. Надо же сделать по-другому. Вот. А в Одессе многопозиционные. И с точки зрения экономики, и с точки зрения, как бы, ареала, который представляет собой колорит, порт — это бизнес. Ну, почему бы его не развивать? Опять же, вот смотрите, проблема того же порта. Ведь, ну, масса тому примеров, как бы, Барселона и многие другие портовые города, которые насильным, довольно непопулярным способом, очень недешевым, центральная, сейчас, когда выходит променада, была отдана людям. Вычеркнута из акватории, как бы, да, и отдана людям, где, что позволило возможность подойти и потрогать эту воду буквально. В той же самой Барсе порт остался и справа, и слева, но по центру восхищенные туристы выходят, гладят воду, сидят на деревянной полубе и балдеют околок. То есть вы сторонник такого направления? Конечно. Насколько дорогим будет такой проект? И не повторится ли ситуация, когда один из бывших мэров пытался, ну, фактически, вот так взять порт и перенести его где-то там на выселки? Его нельзя перенести весь буквально. На текущий момент, опять же, как бы, да, вот сейчас нам нужно глобально воспользоваться к частному. Перенести весь порт невозможно, это чудовищно дорого. Но выделить, допустим, две прилегающие бухты, либо хотя бы два основных причала к морвокзалу нашему и придать, к примеру, новую какую-то общественную функцию пустующему зданию, в котором есть таможня и умерший ресторан, и умершая гостиница, да? Все. То есть один труп такой вместо морвокзала. Вот. Вот национальная идея, да? То есть есть ворота Украины, есть ворота Одессы, на которых стоят три трупа. Немножко таможня. И иногда проходят выставки локального масштаба, на которые даже машину автопродавец не может завести, потому что там нет условий для того, чтобы его выставить. Вот вам проблема налицо. Вот мы спустились обратно к деталям. Но если посмотреть, как бы, опять же, на мир и опыт, не надо колесо изобретать. Состочно просто взять билет на самолет, хорошо, на поезд, на автобус и поехать посмотреть. Понимаете, на самом деле, когда наши клиенты спрашивают, почему у вас так дорого, потому что мы постоянно инвестируем в самообразование, нам приходится ехать и смотреть. Ехать и смотреть в Токио. Кстати, не самая плохая вещь. Ехать и смотреть в Екогамму, ехать и смотреть в Китай, ехать и смотреть по Италии, каждый момент, как они делают, наиболее близкая нам по стилистике, да? И Франции. Но с другой стороны, с вами соглашусь, потому что, мне кажется, изобретать велосипед было бы дороже, да? Чем инвестировать в самообразование. Есть телефонный звонок, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Да, да, добрый. Здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Меня зовут Валерий. Добрый вечер, Валерий. Я хотел бы задать вопрос. Вот какое-то время назад широко обсуждался вопрос, то, что Одесса из городов-миллионников самая маленькая по территории. И говорили, что якобы в новом генеральном плане будет учтен этот вопрос, и произойдет расширение территории Одессы за счет, ну, конкретно меня южная часть интересует за счет Лидиопольского района. И конкретно Червоный Хутор, Медикевича. То есть то, что фактически это Одесса, а на самом деле это Лидиопольский район. Мы ответы от инфраструктуры Одессы, медицинских учреждений. Нет, у нас нет права посещать то, что в Одессе. Но я имею в виду вот эту вот систему, которая существует. Ну, как раз право-то у вас есть, возможности, может, нет. Я понял ваш вопрос. Спасибо. Анатолий, вот так. Я не располагаю, если честно, информации о присоединении районов, хотя Мерико видел генплан на столе в архитектуре. Тем не менее, мы опять вернемся к теме генерального плана, так или иначе. Смотрите, когда клиент выбирает объект инвестирования, будь то ресторан, будь то детский центр, будь то торговый центр, все, что вокруг него оказывается, так или иначе, живет новой жизнью. Когда мы плачем, что у нас утерян куяльник, но люди посещают его, да? Ну, где правда, да? Куяльник полон. У него пустили воду, он ожил. На текущий момент мы имеем прекрасный санаторий, который можно довести до ума, мы имеем пересыпь. Если мы активизируем две зоны, все, что окажется между ними, так называемые замечательные поля орошения и прочие умершие районы, будет добавить ровно одну транспортную ветку. И после этого расширение случится само по себе автоматически. Эти районы просто станут востребованы. Они, возможно, не будут элитными, да? Возможно, нужно хорошенько продумать, какую функцию оправить туда. Возможно, там надо принять евробаскет. То есть, так или иначе, любая социальная активность, она перманентно движется и с деньгами, и с историей, и с национальной деятельностью. Кстати, мне кажется, не знаю, насколько удачный для вас, как специалиста, пример. Это вот район генерала Плеева, это промышленная, химическая, Грушевского. Там вот эта социальная активность, о которой вы говорите, она позволяет, но сегодня район меняется, причем буквально на глаза. Меняется, он близок территориально к большой зоне занятости. То есть, есть же несколько путей развития. От рабочих мест эти, либо наоборот, создавать рабочие места в руках того, что строится. Конкретно вот на Плеева, то, что вы приводите пример, это конкретно зона, которая очень удачно была придумана, разработана и построена под непосредственных потребителей, потенциальных покупателей этого жилья, которое там находится. Им удобно территориально, они находятся в своем районе. Так часто происходит. Это микропример того же Нью-Йорка. Люди зачастую не выезжают из Бруклина годами. Хотя они живут в Нью-Йорке. Некоторые, мне кажется, не знают, что есть другие части Нью-Йорка. Ну, не то, что они не знают. Это как мы знаем. Мы слышали. Мы знаем сами, что есть террасполь, но мы же едем туда каждый день. Слава Богу. Ну, к примеру, да. Точно так же и так. Человек, проживающий в Бруклине, он может не быть на Манхэттене полгода или год. Если решены функции так или иначе одного района, то человек может и действительно не выходить. Не так уж много тех потребностей, которые он может сделать. Тут трудно говорить о расширении города. На самом деле город действительно перенасыщен. И я думаю, что при решении генерального плана, а именно выявлении потенциально возможных бизнес-зон, потенциально возможного, может быть, делового сити, которая действительно как бы есть в Одессе. Это немножко забегая вперед, потому что нет денег, которые этот сити будут осваивать. Ну, буквально перемалывать своими жерновами. Но вот именно из этих компонентов и составляется город по итогу. Именно вот из этих зон, которые должны быть найдены, приняты и продуманы. Но опять же, они не могут быть с потолка. Есть реальная потребность текущего времени, есть потенциальная возможность сделать нечто в течение года пяти-десяти. Тут уже могут быть привлечены и экономисты, и футурологи, и концептуалисты, кто угодно. И естественно, архитекторы, потому что так или иначе это все нужно привести к человеческому виду. А дальше решать. Либо мы делаем иглы, либо мы делаем университет. Я вот не знаю, задавали ли вам когда-нибудь вопросы с просьбой сделать вот некий такой прогноз архитектурный, дизайнерский, если позволите. Ваше видение, ваш прогноз на ближайший, хорошо, год-пять больше. Ну, чтобы после нас кто-нибудь... Десять? Да, лет через пять сказал, а вот лет пять назад телевидение может себе позволить. И так далее. Может, это будет... Вы снова вытащите бумажку напечатаете старый эфир. Но на самом деле время непросто для того, чтобы делать прогнозы. Я верю в то, что... Но попробуйте. Я не то, что попробую. Я верю в то, что Украина, во-первых, победит в этой войне, потому что это абсолютно справедливая война. Я-то думаю, еще мне так легко сегодня в эфире. Это раз. Как настолько быстро это случится, вот трудно говорить. Я надеюсь, что случатся максимально короткие сроки и максимальное количество солдат, которые участвуют в этой заварухе на текущий момент, в этой жуткой бессорубке, они останутся живы, они вернутся в свои семьи. Если это произойдет быстро, я думаю, на том духе патриотизма, на том духе объединенной нации, которым именно в текущий момент, случится очень много. Есть масса хороших концепций. Части забудет их про те же самые острова, про те же самые канатки, про восстановление морского сообщения, про забытые катера одесские, которые бегали в летний период между разными станциями. Это же все было. Опять же, это тоже не нужно выдумывать. Надо просто посмотреть в прошлое. Мы сейчас смотрим в будущее, но глянуть надо и туда тоже. Вы посмотрели в прошлый эфир, выглянули в прошлый эфир, а я сегодня глянул старые фотографии на катер с 16 станции фонтана, когда мы ехали в Аркадию с бабушкой. Для этого не надо далеко ходить. Поэтому я верю, что, дай бог, эта война максимально быстро закончится. И на вот том подрыве патриотизма, на том чувстве единения, которое сейчас испытывают, даже в Одессе, хотя что не свойственно нашему городу. Ну, давайте смотреть правде в лицо. Я думаю, на этом случится много. Есть хорошие концепты, продолжают они возникать, постоянно ищут люди, что бы можно было сделать нового. Какие-то вещи глупостные, какие-то вещи очень интересные, есть откровенно утопичные, идеи, но они есть. Этот город никогда не стоял на месте. Вы знаете, у меня еще на самом деле очень много вопросов. Еще остается буквально две минутки до конца эфира, но я специально буду завершать. Объясню, почему. Вопросов действительно много. Это застройка и этажность Молдаванки, это, опять-таки, других районов города, можем говорить, это зеленое насаждение. В следующий раз обязательно об этом поговорим. А сейчас я хотел бы вот на этой нотке оптимизма, которая от вас прозвучала, закончить эфир, сказать вам огромное спасибо, потому что я люблю, когда в этой студии оптимисты. Я сам оптимист, и моя мантра «Все будет добре», она пусть прозвучит не как мантра, а так, как звучит у многих из нас, без патетики. Ну и наш музыкальный подарок вместе с Анатолием, потому что он оптимист, два оптимиста дарят музыкальный подарок нашим волонтерам. Спасибо, что вы есть. Кстати, вот волонтеры помогают этому городу тоже возрождаться в том числе и жить дальше. Все будет добре. До свидания. Все будет добре. До свидания. Когда все после трудового дня Мирских забот спокойно отдыхают Они себя ни капли не щадят Опять в АТО машину собирают Простые люди светлою душой Их просто волонтеры называют Жизнь разделив Меж миром и войной Бойцо вас без надеги защищают А волонтеры по ночам не спят Не потому, что хочется им славы Они солдата то Как ангелы хранят Когда ночами вяжут балаклавы А волонтеры по ночам не спят Не потому, что хочется им славы Они солдата то Как ангелы хранят Когда ночами вяжут балаклавы Они считают, кто, если не я И помощь вновь по крохе Собирают И едут вновь на линию огня А волонтеры по ночам не спят Душой и сердцем парням Потому, что хочется им славы Они солдата то Как ангелы хранят Когда ночами вяжут балаклавы Они считают, кто, если не я Посылки вновь по ночам не спят Простые люди светлою душой Их просто волонтеры называют А волонтеры по ночам не спят Не потому, что хочется им славы Они солдата то Как ангелы хранят Когда ночами вяжут балаклавы А волонтеры по ночам не спят Не потому, что хочется им славы Они солдата то Как ангелы хранят Когда ночами вяжут балаклавы Они солдата то Как ангелы хранят Когда ночами вяжут балаклавы Субтитры создавал DimaTorzok